Возмущение на возмущениях! Всем доброе утро! Что там? Да! Сейчас... Ааа, ты цветок не видела. Да, точно, у нас же снова тут перестановка. И Даша третий день ходит мимо и не видела, что тут цветок. Я вчера... И этого ты тоже не видела. Как же так, Даша? Поэтому я поняла, в чем этот вот фокус. Почему у меня на столе все остается в том состоянии, в каком я его оставляю. Да, это папина сумка папина. Короче, я сегодня ночью немножко это вот делала. Я захотела записать влог и показать, что у меня появилось новое рабочее место. Короче, место все то же самое, просто в другом месте. И тут вообще очень классно можно все пооставлять. Смотрите, что я начала делать. И это будет, конечно же, любимчик мой Рудольф. Я его начала делать вообще еще 4 дня назад, но не могла найти глазки. Вчера такая пришла к своему... У меня есть место, где лежит вся моя бижутерия. Причем бижутерия, которая стоит 10 лей. Наверное, пара сережек. Короче, там 50 центов что-то. И я такая стою и думаю, где же мне взять два одинаковых шарика для этих глазок. И потом я вспоминаю, что у меня есть еще коробочка с шариками, с бисером... Не бисером, а вот этими бусинами. Из натуральных камней отдельно лежала. Я открываю, и на самом деле нашла там кое-что. Да-да! Что там? Нет, Даша, то всегда там так было. Ты такая внимательная, что-то. И вот еще, как узнать, что мужчина вас любит? Лайфхак. Если он отдает вам свою территорию. Мне вот Джеймс доверил. Отдал 6 своих полочек под бисер. Вот, представляете? Если это не любовь, то что тогда любовь? Даша сейчас перекусывает, грызет, и мы сейчас быстренько собираемся. Собираемся. Мне надо на почту. В Швейцарии. Мне надо на почту в Германии отправить свои пакетики. Да, и мы поедем за продуктами. И вообще по магазинам. У меня есть пару идей еще. Пару идей относительно новогодних игрушек. Что-то у меня такое вот-вот-вот случилось у меня в голове. И мне нужна пряжа белая и красная, потому что она у меня уже вся закончилась, которая была. Дашка, одеваемся? Бери ботиночки, Дашуль. Бери ботиночки, обуваемся, идем. Даша, это ботиночки? Оставь это папина. Да-да-да. Да, давай, берите. Да. Даша, Даша, а дай мне темку. Даша, дай мне вот темочку сюда. Дай мне сюда темку. Даш. Даш, дай мне сюда темочку, пожалуйста. Даша в своем... Короче, не дождуйся поцелучка. Даша, даже в своем прошлогоднем свете ручки, он, ну, впритык, впритык он был. В общем, я поняла, что на таких маленьких детей, конечно, мне это осознание уже ни к чему. Ну, вот на маленьких детей до двух лет лучше вязать, как есть, потому что до следующего года, если вязать немножко побольше, вот это немножко не хватает. Э-э-э-э, а, это твое, это бери. А если вязать так, чтобы было прям до следующего года, то тогда они ходят, утопают в рукавах. Да, как после двух лет дела выглядят, посмотрим. Ботиночки. Да-да-да-да-да-да-да. Опять у тебя ботинки все грязные. Ты ходишь по болоту, скажи мне. Ты ходишь по болоту? А? Даша, погрызи ходишь. Что за молоку? Ага, пога. Стоп-цоп. Ага, куда ты ее, куда ты ее, куда? О, сегодня такая погода классная. Солнце светит, наконец-то. Нам передают до 12 градусов тепла. Правда, я не знаю, когда. На этой неделе или на следующей. Кстати, сегодня 1 декабря, да. Даша, сегодня 1 декабря. Да-да-да-да-да-да. Ты садиться будешь? Да-да-да. Мы никогда не едим в машине. Но Даши можно все. Поэтому у нас тут и крошки, и все, что хочешь. Надо пылесосик сюда вызвать. Да, Дашуль? Надо пылесосик сюда вызвать. Волшебника нашего, нашего дружочка, пылесосика нашего. Деда! Ага. Кто это сделал? Палец вот этот надо оттопырить. Что такое там? Что ты делаешь? Бежишь от счастья? Не Даш, тут нет коровок. Ой, Даш, смотри, кран. Видела кран? Кран! Кран там, да? Да. Да? Стройка? Лампочки, да, в туннеле? Угу. Лампочки, лампочки. Ой, ты кашляешь? Дать тебе водичку? А, есть водичка. Триста. Триста? Да. Да, 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 да. Да? Понятно. Да, 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 да. Ага. Ой, ой, она вот так вот двумя пальцами, как будто картинку в айфоне увеличивает. Да, ты увеличиваешь картинку? Хочешь приблизить расстояние? Да, 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 да. Мы уже все купили, что хотели, и теперь просто без сил пришли отдохнуть. Ой, Даша, строят, строят. Ты строитель мой, да? Да. О, Дашина любимая. А это моя любимая. И сразу видно, кто собирается по-нормальному поесть. Ой, что, что-то не так сделано. Ну ты подумай, лучше спроектируй свой этот вот, вот этот вот, и потом не будет падать. 10 штук, отзывая, 3, я 10 штук, Дашуля. 11 штук. Ух ты, ух ты. Ой, 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 ой. Ой, не расстраивайся, Дашулька, не расстраивайся. В следующий раз лучше получится. Да. Вот так надо делать, чтобы Дашка не заснула по дороге домой. Язык спрячь. И бороду, и всё. Да, и щёки, Даша, для этого есть крем. Это только для губок. Специально, чтобы губки не сохли. Даша, бороду не надо. Куда ни поставь камеру, везде всё такое засвеченное, белое получается. Даша, что ты кушаешь? Покажи. Нет, возьми одно и покажи её вот так. Нет, вот отсюда одно возьми. Ягодки с волосами. Такие вкусные, вкуснючие. Короче, трам-пам-пам-пам. А мужской свитер, ну, для меня. Там был один открытый, я его, как, ну, не примерила, просто. Просто посмотрела, если он мне по этому ход подходит. Он такой мягкий, нежный. Потрогай. Такой нежный. Так, это мой, Даша. Это не твой шарфик, это мой свитер. Дай его примере. Уже, уже. Вот только, только дай волю сразу. Всё примерить на себя. Даша, что ты делаешь? Даша, ты наоборот, вниз надо тянуть. Я не хочу его снимать, я хочу его надеть, наоборот. У нас идёт борьба за камеру, ёлки-халки. Да, всё. Да, вот сюда надо говорить, вот сюда. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да. Да-да-да-да-да-да. Да. Всё. Короче, это будет мой любимый домашний свитер, в котором можно выходить. Даже не бросай её. Так эту бутылку никому не открывать. Значит, тут всё будет, это вот мокрое. Это будет мой любимый домашний свитер, в котором я буду выходить в мастерскую, записывать мастер-классы. Вообще, мне очень нравится вот этот, ну как узор поверху, потом ещё что-то там, и узор по низу, и этот вот, и полотно внизу. Мне кажется, самый такой, как этот пик, который... Пик совершенства. Это вязаные спицами свитер с лапопейсами, или лапопейси, как они называются, лапопейси, исландский мотив вот этот вот. Мне кажется, те, кто это делают, это вообще какие-то сверхлюди. Даша, Даша, смотри, что я тебе купила. Ой, 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 короче, купила Даше пижаму, специальную пижаму, прямо потому что вчера, мяу, мяу, вчера одела ей штаники, потому что у нас колготки закончились. У нас шесть пар колготок, и они посреди недели просто закончились. Чтобы она шла спать, потому что она раскрывается, она умеет накрываться одеялком, всё так, укутаться, заснуть, но потом раскрывается, и, короче, ей холодно спать. Что, я слишком много говорю? Да? И я такая, ей надеваю штаники, носочки, она прыгает ко мне в кровать, и ещё вот в этом прыжке снимает с себя носки, штаны, и ложится ко мне под одеяло. И я такая, Даша, а ты так не спишь? Но как ей это объяснить, если она видит, что так делают взрослые, и она считает, что так нормально спать. И почему она должна спать одетой, если никто больше так в доме не делает? Я ей купила сегодня пижамку, ну не знаю, получится ли её уговаривать спать в такой мяу, и мне кажется, я немножко с размером не угадала, а ну повернись спинкой. Ну вроде нормально, просто вот у неё штаны идут, она сейчас носит 92, 90 сколько-то там дальше идёт, а штаны у неё идут как бы на порядок больше, то есть ей штаны надо большего размера, а кофточки такого, какого она носит. Я купила себе пряжу, и там нашла вот такую вот. Вы такое видели когда-нибудь? Я нет. Может, я раньше не обращала на такое внимание, но тут такая... Я такого не видела. В общем, я подумала, может быть, когда что-то вяжешь, и там типа как шарфик, игрушки сделать там такое вот что-то. Это дом нишуара-шпециалисты во всём разбирается. Потом у Даши несколько её книжечек. Так, Даши мы купили пару книжечек, вот тут такое, чтобы можно было порисовать, оторвать, выкинуть, короче. У нас пока всё вот таким образом делается, и тут листы толстые, то есть можно и фломастерами рисовать. Потому что я вчера делала свои дела там цветными карандашами, фломастерами, и она пришла ко мне, и мы вместе с ней это делали. Поэтому я знаю, как бы это рано для неё, но пусть играется. Потом вот такая вот книжечка, тут тоже, тут листики потоньше, но тут много всяких разных картинок, такое вот киса, лошадка, девочка, мальчик, всякое-всякое разное. Это, типа, тема, как тематика принцессы, она такое не очень любит, но всё же. Стой, стой, это моё. Это вот просто бумага для скрапбукинга, и тут написано, ну, как нарисованы модели, как эти, не модели, а вот листы какие есть, и тут по четыре, по-моему, листа каждого мотива. И я не занимаюсь скрапбукингом уже очень давно, но пройти вот мимо таких блоков я не могу, поэтому у меня дома целая коллекция. Вот можешь теперь посмотреть. Потом, а, это, вот это тоже можешь смотреть, это просто реклама. Так, это что? Это тоже просто реклама. Вот это я тоже купила себе, я, честно говоря, не знаю, что это. То есть я могу себе представить, что это... Даша, ну зачем ты мне ёлки-палки всё разбираешь по листикам? Тут ещё идёт книжка, которая, как это вот, учит, что делать, как делать, такой, как мастер-классы, да? Книжка с мастер-классами, и вот это вот, что-то, что, типа, как ты получаешь задание, там, сделай это, сделай то, но я не знаю, что это. Я таким никогда не пользовалась, я понятия не имею. Мне просто понравилось, что тут написано, красивые шрифты, можешь посмотреть. Я подумала, может, там какие-то карточки с красивыми шрифтами, в общем, ну не знаю, посмотрю, что это там. И вот это для Даши, естественно. Тут, короче, стикеры, у нас стикеры клеятся на всё подряд, я, в принципе, разрешаю, потому что это всё очень легко снимается, и если Даша посидела пять минут, поклеила мне шкаф стикерами, то конца света не будет, поэтому можно. Короче, тут всё с машинами связано. Ну, Даша, ну дай я покажу. Сейчас надо и поесть, и книжку у меня забрать, и всё. Давай скорее открывай, я тоже хочу посмотреть. Как я поняла по описанию, что тут, типа, как улица, и есть наклейки. А ну, отойди немножко. Есть наклейки, и ты эти наклейки... Ну, что-то мне расползалась. Должна клеиться в какие-то места. Вот тут куча наклеек всяких разных. Смотри. Да, вот смотри, какой классный бус. Это були. Фауэй були, видишь? Один. Вот это, это... Ну, покажи, это коробка какая-то. Ты своими волосами мне просто всё перекрываешь. Дай, типа, есть. Короче, вот такое вот. Тут и люди, и группа людей. Прямо всякое такое мелкое, да. Пожалуйста. Это ты хотела? Да, да, да. Короче, в общем, вот такое вот что-то прикольное. Тут улица, и по улице... Ой, тут ещё и машину, смотри, можно окрасить. Как классно. И самое прикольное, что машина на прозрачной бумажке. То есть, куда ты её не приклеишь, она везде будет классно выглядеть. Вот так. Жух. Машина по дороге едет. А у тебя, шо, Даша, этот вот, ЛКВ перевернулась? Грузовая машина перевернулась и рассыпала все фрукты. Всё, она уже не снимается. Она тут едет. Только вот сразу видно, что я не вожу машины. Потому что она у меня едет в другую сторону, по другой полосе. Она должна ехать по вот этой полосе, правильно? Мы же не в Англии находимся. А, кстати, вот ещё вспомнила. Вот такие вот сумочки, купили Дашке. Из фетра. Они полностью из фетра сделаны, но это не нашит. Это просто всё наклеено. Оно классно выглядит. Она с ними носится довольно такая. Я купила себе новый шампунь. Не знаю вообще. У меня, если честно, очень... Очень волосы жирнятся. И получается так. Я их утром помыла, целый день нормально всё. Легла спать, и потом на утро я их больше не могу. Я не могу вообще смотреть на себя в зеркало. Не то, чтобы идти в люди. Они на самом деле такие вот прямо жирные у корней. Так вроде смотришь ещё нормально, но на самом деле жирные у корней, и вида у них нету никакого. Взяла новый шампунь попробовать. Не знаю, посмотрим. Там шампунь и смывка. Даша, не бросай! Честно говоря, я не особо чувствую разницу, там, может, шампунь такая или шампунь такая. Потому что у меня всё равно корни сухие, и я должна их либо вот какой-то смыв, ну, как вот этой вот штукой, либо маслом потом чаще всего смазать. Потому что потом расчесываешься, и это масло всё тебе попадает и сюда, и сюда, и сюда. И ничего удивительного, что на следующий день у тебя волосы как будто бы вот такие вот некрасивые. Да, кстати, вот ещё. Я пью приорин, это получается уже четвёртый месяц. Мне осталось выпить ещё две недели, и это я его пропила четыре месяца. Я могу сказать... Так, где там-то солнце? Я могу сказать, что у меня волосы стали однозначно меньше выпадать. Я это заметила буквально с, я не знаю, там, с первого месяца вот применения волосы стали меньше выпадать. Потому что у меня выпадали прям кучами. Мне кажется, что растут новые, потому что вот так вот если сделать, я не знаю, там видно, не видно. Короче, тут полно всяких мелких волосиков таких, которые пушатся, и которые себе живут отдельной жизнью. И мне кажется, всё-таки это, ну, как мне помогло. Я даже замечаю по чёлке, она стала гуще, потому что у меня там было три волосинки, и всё, это была моя чёлка. И сейчас она стала гуще. В общем, могу сказать, что приорин на самом деле в моём случае мне помог. И я знаю точно один достоверный, как это называется, не анализ, а, ну, фидбэк. От девочки одной, которой тоже на самом деле он помог. Поэтому, не знаю, может, у кого такие же проблемы. После родов выпадение волос, даже спустя год после родов, волосы стали выпадать. Вот нам помогло. Дашка пьёт воду, и мы идём спать, правда? А потом проснёмся, и все вместе разберём бельё наше. Да? А скажешь всем пока-пока? Да? Ну, говори пока-пока. 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 Ногу на ногу она закинула. Козя деловая, деловая, деловая козя. Уф. 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 Уф.